В рамках торжеств, посвященных памятной дате, святейший патриарх Кирилл общался со многими предстоятелями иерархами поместных православных церквей. Еще одна такая встреча с делегацией Константинопольского патриархата прошла в рабочей патриарш резиденции в Чистом переулке. 1150 лет тому назад святейший святой патриарх Фотий Великий направил миссию Кирилла и Мефодия в славянские страны, в том числе и на территорию нынешней Руси, а также и на территорию Крыма, где они осуществляли свою миссию христианизации народа. И мы знаем, что первые христиане на Руси появились в результате этой миссии, в том числе и крещение киевских кризис-генезей Аскольда и Дира, которое было связано с трагическим обстоятельством их нашествием на Константинополь, но которое, по милости Божией, обернулось миром и последующим крещением этих князей. А затем, конечно, снова было восстановлено, победили язычники. Но все-таки жизнь христиан, хотя и в очень малых размерах, но продолжалась в Киевской Руси. Крещение Руси, отметил патриарх Кирилл, имело огромное цивилизационное значение. Оно привело к миру между росами и византийцами, укрепило восточную православную цивилизацию и расширило ее. Со своей стороны, митрополит Гальский Мануил от имени всех членов делегации Константинопольского патриархата выразил радость и волнение в связи с участием в торжествах в честь 1025-летия Крещения Руси. Вы упомянули об узах, которые связывают нас и эти узы поистине священными. Где эти узы связывают мать, церковь, 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 а ныне с сестрой русской церкви. И хотя можно предположить, что церковь уже перерезана, тем не менее, эта связь остается до сих пор между нами. Мы переживали вместе в нашей церкви как моменты величия и славы, так же и трудные моменты в нашей истории. Между нами всегда были отношения любви и взаимопонимания двух любви к царству в наших отношениях. Хотя по временам случались определенные трудности в наших взаимопониманиях. Но всегда прожествовала в такие моменты премудрость Божия. Внимание. Говоря о развитии отношений между двумя церквами, митрополит Гальский Эммануил отметил значение контактов по линии отдела внешних церковных связей. Особо упомянув контакты с его председателем, митрополитом Волоколамским Иларионом. По окончанию встречи святейший патриарх Кирилл во внимание к трудам на благо святой церкви и в связи с 1025-летием крещения Руси вручил митрополиту Гальскому Эммануилу и епископу Синопскому Афиногору ордена святого равноапостольного князя Владимира II степени.